Церемония открытия МАТФ 2018 состоялась в Ульяновске накануне. Это уже пятая по счету организованная площадка, где вершится судьба авиастроительной и транспортной отрасли страны. Одна из главных задач МАТФ это, безусловно, с точки зрения привлечения коммерческой эффективности предприятий коммерческих, которые заинтересованы в производственной кооперации. Это размещение на наших предприятиях авиационного кластера государственного заказа. Именно с этой точки зрения нам необходимо показать свои компетенции, показать возможности наших предприятий, показать новые технологии, которые предлагаются ведущими российскими научно-исследовательскими институтами. Первый день форума носил торжественный, ознакомительный и деловой характер. На территории одного из ульяновских отелей развернулась авиатранспортная выставка с презентациями авиационной мощи и потенциала Ульяновской области. На площадках с одной стороны красовались инновационные разработки молодых специалистов регионального наноцентра. С другой научная деятельность и разработки вузов и предприятий. Например, современные комплексы бортового оборудования для авиации от ульяновского завода приборостроения. Здесь мы представляем 3D-сканер. Он используется для обратного инжиниринга. То есть это задача, когда у нас уже есть какая-то деталь или изделие и нужно восстановить его трехмерную модель или электронные чертежи. Мы приглашаем в свой центр детей от 5 лет для работы по нескольким направлениям. Робототехника, программирование и авиамоделирование. Дети могут сами делать модели. По моделям собирать планеры, квадрокоптеры. Сами их программируют в рамках робототехники. С изобилием экспонатов выставки ознакомился губернатор Ульяновской области. Во время торжественной речи Сергей Морозов решил вернуться в прошлое и вспомнить первые шаги международного форума. Как быстро летит время? Казалось бы, совсем недавно. А это был, если кто-то помнит, 2011 год. Мы тогда собрались, организовались и провели свой первый мат. Мы тогда строили планы, вырабатывали стратегию совместных действий, развитие авиации, авиастроительной, авиационной отрасли. Из года в год Ульяновская область подтверждает статус авиационной столицы России. Подтверждают факт федеральные эксперты. Причем не только устно, но и письменно. В первый день форума подписали сразу несколько соглашений. Первое – научно-техническом сотрудничестве между Ульяновской областью и Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов. В свое время Ульяновская область приняла к себе ВИАМ. ВИАМ был, так сказать, изгнан из Грузии, потому что у нас была соответствующая станция, даже центр. И когда Грузия, ну, как вы знаете, после распада СССР, она, значит, мы вынуждены были уехать. И в Ульяновской области мы создали сначала научно-исследовательскую лабораторию, потом НИО, а потом в 2001 году филиал. В Ульяновской области ведется спланированная работа развития инновационного потенциала в области материаловедения. И здесь, конечно, я бы отметил позицию и вклад, который делает губернатор. Другое соглашение дает право на перезагрузку авиационного кластера «Ульяновскавия». Документ поспособствует выходу кластера на глобальный рынок с соблюдением локальных интересов резидентов области. Подписи под документами поставили руководители ведущих компаний в сфере авиастроения региона. Дальше президиум переместился на этаж выше, где состоялось пленарное заседание. Ученые, эксперты, представители власти и все заинтересованные лица обсуждали будущее авиации России. В частности, переход на индустриальную модель авиатранспорта 4.0. Сергей Морозов призвал к объединению кластеров Ульяновской, Самарской и Иркутской областей, подчеркнув, что будущее кроется за межрегиональным синтезом сил. Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который принял участие в пленарном заседании, инициативу главы Ульяновского региона поддержал. По его мнению, нужно реализовать все наработки, что есть в стране. К тому же, как озвучили на совещании, правительство Ульяновской области, налаживает контакты с авиационными кластерами Америки, Европы и Азии. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.